МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сохранение коронавируса снижается. Уже четвертый день количество выписанных пациентов больше, чем госпитализированных. Снижается количество вызовов скорой помощи и врачей на дом, отметил глава региона. Также добавил, что при этом мы продолжаем делать 1200 тестирований на коронавирус в сутки. И пока эти объемы снижать не намерены. Мы также подготовили резервный дополнительный госпиталь, который, к счастью, пока свободен. И будем надеяться, не потребуется, отметил Рашид Тимрезов. Итак, с завтрашнего дня в Карачаево-Черкесии открываются объекты торговли непродовольственными товарами, площадью торгового зала до 400 квадратных метров, парикмахерские, предприятия сферы бытовых услуг, стоматологии, автосервисы и автомойки, ремонтные мастерские. Возобновляется работа межмуниципального пассажирского транспорта. Но при этом необходимо строго соблюдать все установленные санитарно-педемиологические правила, масочный режим и социальную дистанцию, санэпид-режим на всех предприятиях и в транспорте. Сохраняется запрет на массовые мероприятия. Первый этап снятия ни в коем случае не отменяет, даже усиливает нашу общую ответственность за свое здоровье и за здоровье своих близких. И в случае изменения ситуации в худшую сторону, мы будем вынуждены возобновлять ограничения, заявил глава Рашид Тимрезов. Сегодня день памяти и скорби. Глава Карачаева-Черкесии Рашид Тимрезов, а также руководители силовых и правоохранительных структур управления ФСБ по Карачаево-Черкесии возложили цветы к вечному огню на аллее Героев Черкесии. В год празднования 75-летия Великой Победы в Великой Отечественной войне мы не вправе забывать о другой дате – 22 июня 1941 года. День, когда фашистская Германия без объявления войны напала на нашу страну, навсегда разделил жизнь советского народа на до и после. Это особая дата для тех, кто пережил те страшные события и выжил. Для детей, внуков и правнуков – миллионов солдат, отдавших жизнь за мир, в котором мы сегодня живем. Этот день напоминает нам обо всех погибших, замученных фашистской неволе, умерших в тылу от голода и лишений. Пусть ни одно поколение нашей страны больше не станет свидетелем чудовищных испытаний и ужасов войны. Советская память павшим фронтовикам. Честь и слава всем нашим ветеранам, отметил глава. К теме памяти скорби мы еще вернемся. Сейчас о новых автомобилях скорой помощи. В День медицинского работника 15 автомобилей передали во все городские районы центральной больницы. Скоры укомплектованы самым современным оборудованием, в том числе реанимационным. Подробности в репортаже Мурата Джанкиозова. За последнюю неделю автопарк служб скорой медицинской помощи республики пополнился на 19 машин. Десять из них приобретены за счет средств федерального бюджета по заявке Министерства здравоохранения Карачаева-Черкесии. Еще девять автомобилей были приобретены руководителями различных предприятий и организаций, которые внесли свой вклад в укрепление системы здравоохранения республики. Машины постоянно эксплуатируются, часто бывают ДТП, машины ломаются, приходят в негодность. Работают круглыми сутками по всей республике, выезжают и за пределы города Черкесии по всей республике ездят, и выезжают за пределы республики, отвозят тяжелых панельных. Поэтому для нас было большим подспорьем получение новых 15 автомобилей. Это машины класса «Б», машины класса «С». Десять автомобилей класса «С» позволяют транспортировать тяжелых больных за пределы республики. И это действительно очень нам поможет в дальнейшей работе. Рашид Тимрезов поздравил медиков с профессиональным праздником и выразил уверенность, что новые кареты скорой помощи помогут улучшить оперативность выездов к пациентам и облегчат бутни медиков, которые сегодня работают на пределе своих сил. Прежде всего, это комфорт для больных. То есть, смотрите, ступенька заниженная, невысокая, как на «Газелях». Прежде всего, это комфорт больных. И мобильность, то есть больше машин, быстро доедем, быстрое качественное обслуживание и мобильность скорой помощи. Общаясь с главными врачами, Рашид Тимрезов сообщил, что в республике приступили к разработке, и в скором времени начнется реализация региональной программы модернизации районных больниц. На первом ее этапе предусмотрена реконструкция четырех медучреждений, в Черкесске, Уст-Джигутинском, Зеленчугском и Урубском районах. Речь идет о капитальном ремонте и обновлении материально-технической базы. Глава республики подчеркнул, что программа модернизации больниц – это серьезный шаг для долгосрочного развития здравоохранения Карачаева-Черкесии и повышения качества жизни ее граждан. Сразу после окончания осмотра все новые кареты скорой помощи разъехались по местам дислокации, чтобы немедленно приступить к оказанию скорой медицинской помощи. В преддверии профессионального праздника медработники республики получили очередную партию средств индивидуальной защиты. В Зеленчугск, Уст-Джигутинск, Уст-Джигутинск и районы больниц их доставили активисты ОНФ республики. Подробности у Алли Буташева. Маски и перчатки, специальные костюмы и бахилы, респираторы и защитные очки. Всего более 4000 экземпляров. Коробки со средствами индивидуальной защиты волонтеры погружают на носилки, а медицинский персонал доставляет ценный груз в карантинную зону лечебного учреждения. СИЗы, переданные активистами ОНФ в рамках всероссийской акции «Взаимопомощи мы вместе», обретают особую ценность в период пандемии, говорят врачи. Хочу поблагодарить от администрации больницы, от коллектива больницы за оказанную благотворительную помощь. И нам все это очень пригодится, потому что у нас очень большое количество населения, которые обращаются к нам за медицинской помощью. В среднем человек 60 за сутки у нас проходит через прием на смотровой бокс. Из них половина заболевших. Больше чем три месяца в рамках волонтерского штаба мы занимаемся помощью людям населению. Акция, в рамках которой этот штаб вообще открыт, называется «Мы вместе». Если открыть сайт «Мы вместе» 2020.рф, вы увидите разные способы взаимодействия людей, разные способы того, как во всей Российской Федерации люди помогают друг другу. И именно в рамках деятельности этого штаба, этой акции мы попросили данную помощь в СИЗах для наших лечебных учреждений. В Усть-Жигуте все полученные средства индивидуальной защиты направили в ковидный госпиталь, открытый на базе лечебного учреждения. В фоне того, что обеспечиваем мы по линии Минздрава всеми СИЗами, всеми средствами индивидуальной защиты, мы в полном объеме обеспечиваемся, конечно, помощь нам не помешает. Да, это, все эти средства индивидуальной защиты, они нужны, и они нам пригодятся в нашей дальнейшей работе. С сегодняшнего дня собираются открывать госпиталь на 170 коек, новый ковидный госпиталь, который будет на нашей базе располагаться. Я думаю, все это нам пригодится для дальнейшей работы. СИЗы были доставлены волонтерами и в Адагихабльскую районную больницу. Наличие запаса средств индивидуальной защиты позволит врачам увереннее бороться с инфекцией и возвращать здоровье пациентам. Али Баташ, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Вести заперштаба. На сегодняшний день в Карачаево-Черкесии выявлено 87 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее количество выявленных случаев заражения COVID-19 в республике составило 2902. Выздоровели больше тысячи. 706 госпитализированы. В честь празднования Дня медицинского работника автолюбители Карачаева-Черкесии провели необычную акцию. Выстроили из своих машин слово «спасибо». Таким образом, они выразили благодарность всем медицинским работникам, которые сейчас, рискуя своим здоровьем, находятся на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. Инициатором идеи выступили представители регионального отделения партии «Единая Россия». В акции участвовало более 30 машин. Мы хотим выразить свою благодарность нашим врачам, которые сегодня находятся на передовой и борются с этой страшной пандемией. На сегодняшний день большая помощь оказывается нашим медицинским работникам, в принципе, и больницам, и госпиталям. Но вот таким образом мы хотели просто внести свою такую небольшую лепту в виде поддержки молодых активистов, которые таким образом тоже хотят сказать нашим врачам спасибо. В Черкесске, кажется, дождь собирается. О том, какая погода будет на завтра, сейчас узнаем. В Крачаево-Черкесии переменная облачность. Ночью местами кратковременный дождь и гроза, днем преимущественно без осадков. Ветер западный 5-10 метров в секунду. Температура ночью плюс 10-15, днем 26-31 выше нуля. В первой половине ночи местами сильный дождь с грозой, градом и шквалом до 23 метров в секунду. А в горах ночью до плюс 9, а днем до плюс 22. В Черкесске без существенных осадков. Температура ночью плюс 13-15, днем 29-31 выше нуля. Оптовая база «Жасмин Текстиль» предлагает в широком ассортименте постельное белье, одеяло, дивандеки, скатерти, полотенца, халаты и многое другое. Приглашаем розничные магазины для сотрудничества. Мы работаем напрямую с фабриками Турции. Наличный безналичный расчет, а также кредит при покупке от 50 тысяч рублей скидка 5%, от 150 тысяч скидка 7,5%. Черкесск, улица Октябрьская, 321-Б, телефон 8-938-030-3050. Инстаграмм «Жасминэлиттекстиль09». Это «Главные вести республики». Мы работаем в прямом эфире. Продолжаем тему «Дня памяти и скорби». Сегодня член Совета Федерации Ахмас Алпагаров и мэр Карачаевска Олег Динаев посетили мемориал защитников перевалов Кавказа в поселке Роженикизовский. Репортаж Алихана Лепшокова. 22 июня – одна из трагических дат в истории нашей страны. Внезапно и беспощадно армия немецко-фашистских захватчиков начала наступление на земли Советского Союза. С этого времени началась Великая Отечественная война. Каждый гражданин страны вышел защищать свою отчизну от врага. Сегодня к мемориалу защитников перевала Кавказа пришли, почтили память и возложили цветы мэр Карачаевска Олег Динаев, член Совета Федерации Ахмас Алпагаров и директор Промсвязьбанка Юрий Доттаев. Пока память о тех героях, которые завоевали свободу и независимость нашей Родины жива, наша страна будет крепкой, самостоятельной и непобедимой. И народ, самое главное, будет сплоченным и непобедимым. Сегодня мы отдали дань памяти тем людям, которые завоевали нам эту победу. Также возложили цветы к мемориалу павших воинов в Великой Отечественной войне в Карачаевске. Сегодня мы свято храним в наших сердцах память о великом подвиге в годы этой жестокой войны. И мы должны помнить тех, кто подарил нам право на мирную жизнь и свободу, отметил начальник отдела культуры Карачаевского городского округа Шамиль Хубиев. Нам, современным людям, тяжело понять, что и какое чувство патриотизма проявили и любовь к Родине наши граждане. Но с уверенностью можно сказать только одно. Враг просчитался в одном. Они пришли сюда, чтобы захватить нашу страну. Но это была наша страна. И победа могла быть только нашей. Помимо этого, активисты администрации мэрии Карачаевска вместе с волонтерами победы приняли участие во всероссийской акции «Красная гвоздика». И раздали специальные значки в виде символа победы «Гвоздики» жителям города. Сегодня, знаете, 22 июня, начало Великой Отечественной войны. И мы предлагаем вам присоединиться к всероссийской акции «Красная гвоздика». Приобрести вот такой сувенирный значок «Красная гвоздика». И опустить денежку, вот эту коробку, все средства. Все средства собраны, они идут на благотворительный фонд «Помощь ветеранам Великой Отечественной войны». Да, с удовольствием. За двоих можно? Да. Ровно в 12 часов на Аллее Героев жители Карачаевска и мэр Алик Динаев почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны минутой молчания. После чего градоначальник еще раз напомнил всем собравшимся о том, какой ценой была завоевана победа в этой жестокой войне. После чего все собравшиеся возложили цветы к бюстам Героев Второй мировой. Сегодня день памяти тех, кто ценой собственной жизни героически защищал отчизну, чтобы мы, будущее поколение, жили в мире и благополучии. Алик Ханепшоков, Расул Бердиев, Вести Карачаева, Черкесия, Карачаевск. Свой профессиональный праздник отметили сотрудники кинологических подразделений МВД России. Центр кинологической службы МВД по Карачаевой Черкесии действует около 9 лет и является одним из лучших в Северокавказском федеральном округе. Работа кинолога сложна и специфична. Современный кинолог не может состояться как профессионал без глубоких специальных знаний службы, без способности обобщать и внедрять в практику передовые достижения науки. Накоплены поколениями опыт, бестерпение, наблюдательность и преданной беззаветной любви к собаке. Зачастую кинологи первыми встречаются с опасностью. Именно от их квалификации, умения мгновенно ориентироваться в сложной обстановке, принимать взвешенные и продуманные решения, самостоятельные решения, зависят выполнение служебных задач и сохранение человеческих жизней. Это все вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Ненастья». До встречи.